приветствую всех кто будет смотреть это видео это как всегда знаете такое подведение итогов кстати поздравляю вас с новым 2024 годом надеюсь как все надеются что этот год будет лучше чем ушедший к сожалению у всех надежды оправдывается иногда да иногда нет ну надеюсь будет все хорошо у вас то 2023 год был такой тихий такой ужас для меня единственно хорошо что все вышли ну вышли из этой ситуации живыми да мы мои родители опять как всегда болеет и более-менее стабилизировали ситуации под конец года все семьей заболели вот сейчас более-менее чувствуем нормально вообще новый год встречали на не скажу больничных койках но дома но все равно не очень себя чувствую поэтому отложились и мои заказы которые я должен был сделать в январе месяца кстати январе месяца у меня всегда бывает пусто а сейчас прямо густо три-четыре человека сделали заказы и все три-четыре человека так три человека сделали заказы по фигуркам нетски и 4 там фигурка скорее кимона и надо будет делать тоже будет интересное видео кстати про видео скорее всего вот я честно не знаю я хочу это сделать скорее всего я открою еще один канал для зарубежных пользователей я не знаю иностранных языков но просто там будет оформление именно от названия темы я как делаю сейчас я пишу по-русски потом дублирую на английском языке название каких-то видео какие-то просто на русском языке остальные но в тот канал я хочу полностью на английском языке оформить и теги будет у меня на английском языке и если даже будет писать ну иностранные люди конечно буду отвечать на английском языке или как на любом другом языке который будет человек писать ну благодаря переводчику конечно почему я это делаю потому что сейчас канал не набирает даже 20 тысяч уже пару лет вот есть такая у меня планка условная 20 тысяч человек я хотел набрать думал до конца года наберется но к сожалению нет и очень медленно это идет и людям потом мой предел интереса к работам и плюс я когда я какую-то ну другую тему размещаю эти видео не идут для людей поэтому я скорее всего открою один отдельный канал для иностранных пользователей именно связаны с рисунками там живопись какая-то масляная либо просто рисунки как я рисую потому что немногие знают что я действительно я художник и после этого я пошел уже в ювелирные потом ювелирное дело потом резьба по дереву потом уже обработка металла виде художественной какой-то холодной ковки потом пришел вот к костями рогам теперь перехожу на камень и вот так вот у меня друг за другом это как цепочка идет ну изначально я рисую мне это нравится самого детства и вот сейчас у меня я сейчас пишу с который год да уже второй год уже пишу эту книгу делал то что я не пишут как сидел что-то там подряд дауды несколько я писал январе месяца того года немножко феврале и полностью оставил это все дело потому что мне нужно было работать потом я говорил я болели родители потом опять работа 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 и в конец года сам заводил и вот сейчас у меня есть время когда я болел и вот я начал обратно переписывать я уже дописал кстати скелет произведения и сейчас я переписываю изначально я думал что у меня спрашивает кстати для для чего это рассказываю как там книга поживает дело то что я сейчас переписываю и уже переписал половина произведения она не толстая там сотни страниц может быть будет может чуть больше и я вообще планировал думал сделаю как бы сотню а потом отдельно допишу еще другую сотню как будет большой рассказ это рассказано не знаю что это сказка разделена как бы на две равные по весу части где там становление героя и уже его какие-то небольшие маленькие какие-то если это можно назвать подвигами и вот это будет одна часть одной книги а так хотелось всего три книги сделать но дело в том что если я так буду делать я вообще-то не выпишу книгу потому что сейчас уже подражало издание афр ну как бы ее оформление печать там набор все это все это все подражало в разы если я изначально там рисунки были от 1500 у иллюстратора когда интересовался до 3000 там средненькие такие иллюстраторы не сильно ошибка раскрученные то сейчас от трех с половиной до пяти с половиной 6 даже 7000 есть цветные иллюстрации конечно это не потяну куда-то там 70 100 100 100 просто за иллюстрации 20 штук я что придумал все таки я утверждаю себя в качестве художника своего произведения другого выхода нет потому что я не потяну это финансово и издавать за свой счет и еще и нанимать кого-то чтобы рисовали единственное буду нанимать проверять мои ошибки естественно не будет прям большое количество ошибок орфографических и еще надо будет текст не зная как программу надо будет купить что ли чтобы набирать этот на компьютере и после этого еще одного человека найму который будет еще раз проверять второй раз на ошибки два раза я буду проверять чтобы это все-таки детское произведение ну покрай подростковое и я просто хочу чтобы как можно меньше было ошибок опечаток и просто логически это несовпадение потому что я пишу у меня одни мысли а человек может почитать и уже найти что-то такое что я не замечаю этого в логике какой-то так что еще и еще один хотел канал может быть открою а может быть на этом же канале который мне есть тоже число на иностранном языке буду печатать это реставрация каких-то старых вещей у меня бывают такие знайте старые старые ржавые вещи и мне вот иногда их я их ремонтирую жалко думаю я не снимаю это видео какие инструменты старые старины либо старые ножи я ремонтирую я их не показываю не снимаю думаю может будет интересно будет не обязательно же может инструменты мало ли что не знаю отдельно канал делать не делать попадется и появился останется ли у меня сил на это самое главное так и еще мне один человек подписчик спасибо ему он как-то купил меня выручил большое количество рукояток и самое нужное мне время помог мне так скажем да деньгами он просил мне почитать небольшой кусочек скорее всего наверное будет немножко переписано может так и останется я не знаю я почитаю просто отстранитесь этого видео и представьте себе у вас возникает ли мне тоже интересно картинка когда я вам читаю это давайте кстати вот изначально у меня вот такая вот тетрадь от скелет рассказа да вот здесь немножко только не дописано здесь несколько листов осталось вот два-три листа остальное все зарисовано или записано все ты там сколько здесь страниц ой 40 чем-то здесь страниц было не помню точно так ладно а переписывая в 96 страниц это старой рассказать радио такая вот половина уже переписано и половина осталось переписать дело то что я не просто переписывая дописываю вот это скелет и здесь уже скелет с мясом а когда я буду переписывать набирать на компьютере то у меня где-то будет дополнение еще несколько страниц добавится здесь уже намного интереснее у меня записано как где я объясняю где-то у меня диалоги добавляется кстати у меня в произведении не так много диалогов у меня именно вот как бы я рассказываю если это произведение дополнить диалогами большом количестве как обычно это делают то это разбухнет прям вот действительно реально вот на такую вот толстую книгу ну не очень хочется я хочу именно большим количеством картинок чтобы ребенок сам за вечер максимум за два вечера мог сам прочесть это произведение так давайте вот здесь закладку сделал мне интересно вот тут есть такой момент когда путешественника попадает в дворец условно дворец султана но это а кстати еще это произведение очень интересное знаете чем что здесь будет у меня что главный герой он бы как бы он живет на юге это не я не ассоциирую с собой это просто как бы восточная часть сказки он живет на юге восток вот это все дела там всякие джинны мины там не знаю волшебство такое восточное второй книгой скорее всего я хочу чтобы он путешествовал вот я пока планирую так чтобы он именно на обучение должен поехать не просто обучение а именно там на тени совсем обучение там именно он будет жить это такое большое жилой массив так скажем где живут преподаватели издревле и у них так это уже не в этом это другом произведении будет живут издревле преподаватели и они из рода в род как бы один тот же предмет и он досконально получается человек в это вникает что пропитывается этим и он просто хочет не хочет он к этому уже тянется короче говоря там и обучение и всякие традиции и вот именно вот это вот будет связано именно с моим народом это очень довольно таки интересно получится потому что у меня очень много традиций которые многие просто не знают и это не описано а я пишу именно вот так вот как бы традиции своего народа именно в этом произведении как бы перенесу это в сказку это будет довольно таки интересно следующая часть будет путешествие на север север это будет как бы россия именно вот где по вечные холода мамонты которые возят как поезда таки на санях перевозят людей волшебство там буду объяснять и рассказывать откуда пошла как бы ну баба яга может много интересно будет почему кощеве смертной не имеет своей смерти как это вообще все произошло я хочу именно вот с этой тематикой связано сделать и потом следующее произведение путешествия на запад это связано вот именно с европой америка и вот их традиции и ходе но это не связано именно с нашим миром это чуть другой мир но как бы знаете отражается я потом объяснить объяснять буду как это все отражается на нашем мире и вот это будет запад и и последняя книга я скорее всего будет заканчиваться на востоке именно вот типа японии китая тот восток это будет своего рода и измененный восток в параллельной вселенной так скажем это не такая это как бы сказка это перед даже вы можете узнавать какие-то места в реальный у нас но они будут видоизменены так скажем так давайте на этой это много занимает это все давайте почитаем так здесь много ошибок если вы найдете не удивляйтесь давайте отсюда начнем это я записал аж 18 января 2023 года давайте вот здесь вот будем снимать я буду читать спокойно старший охранник провел путешественников к деревянному коробу что был привязан толстым канатом большому барабану который вращал великан с помощью рычага толщиной как минимум две толщины руки лифт спокойно без рывков и поднялся к дворцовым воротам что высотой были уже даже выше лифтера опустив опустив рычаг заранее его закрепив чтобы лифт не упал великан поспешил вперед делегаций и отворил ворота убедившись что все внутри за что все внутри затворил их и вернулся на свое рабочее место у них великаны побольше наших полголоса произнес малик вдруг весь зал что перестал перестал перед путешественниками заполнился светом открылись шелковые шторы большое количество людей внесли толстые свечи зал с факелами вошли охранники за ними зал ворвался изумительный прелестный запах масляных цветов и чего-то неведомого что местные парфюмеры использовать для масляных масляных духов и отдушек после того как все нас насладились величием редких духов зал вошел султан это был уже не молодой мужчина ниже среднего роста что даже для этих мест большой было большой редкостью все были как как на подбор выше на голову всех костей кроме тафира да цвет кожи от светло темного да и цвет кожи от светло темно-коричневого султан на удивление не был смуглым а напротив даже бледен широкий широкой местами посидевший с широкими местами посидевшими усами и бородой на голове челма была увенчана рукоятью из белой кости это был местный национальный обводы обудаю обудаоз короче заточенный с двух сторон да нож и загнутым кончиком подобные нас носили все чиновники знать при дворе даже у простых жителей был подобный головной убор с ножом что они надевали как минимум три раза жизни при праздновении свадьбы рождение ребенка и похоронах глава дворца прошел на свое привычное место цельно отлитый золото трон виде какого-то животного что не встречали гости а голова тигра с инкрустированные глаза как камнями глазами глазами камнями не за чусь глазами виде тигра спинка крышной спинки голова виде тигра приветствую гостей начал разговор султан радовы что вы доплыли в целости как не сообщили с определенной миссии развел руками вокруг своего лица наши он развел руками вокруг своего лица наши путешественники были удивлены сказано так как о своей цели экспедиции они никому не разглашали хорошо работает и вас и сильный шепотом сказал тафир вышел вперед и поклонился думаю достаточно не знаю будет интересно мне будет интересно ну по крайней мере я сколько-то я это напечатаю нарисую и вот эти самые рисунки которые будут к этому произведению делать я буду на новом канале размещать очень надеюсь что это будет в этом году очень надеюсь что я допишу у меня хватит сил у меня хватит времени а всем вам удачи здоровья и всем пока будем надеюсь что этот новый год будет намного лучше чем у нас были годы до этого всем пока